всем добрый день с вами как всегда психолог коробкова наталья и сегодня давненько мы этого не делали мы делаем психологический разбор личности билла гейтса и вообще я сейчас делаю эти разборы в своем телеграм-канале я в комментарии оставлю в прикрепленном ссылочку на телеграм кому интересно подписывайтесь сейчас я разбираю там разных известных личностей мы уже смотрели путина я смотрела путь владимира путина разобрали его потом я смотрела максима галкина и ау пугачёву сейчас нашла очередь до билла гейтса я там устраиваю голосование предлагаю варианты люди голосуют и вот за кого голосуем того я и разбираю это разборка я выложу на ютюбе и в телеграм-канале в том числе а вообще я эти разборы делаю только в своем телеграм-канале то есть про владимира путина про пугачёва я ничего пока выкладывать не буду потому что я это все дело в письменном виде а вот это видео я вот это про билла гейтс я решила снять видео потому что слишком долго писать слишком долго объяснять и это просто будет ну вот огромный текст поэтому легче рассказать и я решила вот эту диагностику сделать видео формате вот поэтому в общем кому любопытно в теле моем телеграм-канале очень много всего того чего нет ни в каких других соц сетях кому интересно подписывайтесь там и и психологии психосоматика и личная жизнь и разные новости и разные новости и так значит сегодня мы рассматриваем фигуру билла гейтса значит тут у меня тут он на ноутбуке открыт чтобы я поглядывала на его фотографии и диагностику я уже сделала сделала я ее по методу системных расстановок берта хеллингера я уже вот я делала на бумагах это нужны какие-то якоря кто-то делает со стульями на стульях кто-то делает с бумагой я делаю с бумагой формата а4 и как бы вот уже продиагностировала сейчас буду говорить по памяти что у меня там было ну мы вы знаете да про билла гейтса думаю вы если не знаете прочитаете в интернете там один из богатейших людей мира который очень много сделал для всяких компьютерных дел основатель microsoft все такое много лет занимается благотворительностью и и вообще у него огромное количество всяких бизнесов сейчас он активно скупает земли всякие фермерские как я понимаю сельскохозяйственные в америке и что-то там собирается на них выращивать сейчас какую-то тему продвигает с такими продуктами как как всякие эти насекомые соя там в общем все что там заменит натуральное мясо и все остальное в общем не знаю там почему у него такие идеи но вот что есть то есть в общем это вы прочитаете давайте значит смотрите какой основной смысл сегодняшней диагностики я в своем телеграм-канале сделала такой пост значит увидев фотографию улыбающегося билла гейтса я у меня было какое-то ощущение что у него хитрое выражение лица какие-то такие смеющиеся но при этом как будто бы хитрые глаза и много очень ходило вопросов вот с этой вакцины очень много для вакцин делает с ковидом и вот это вот все что они хочет ли они участвуют ли билл гейтс в этом заговоре чтобы сократить количество населения на земле они хотят ли с помощью вакцин всех убить вселить всем чипы там и так далее вот эта тема прям реально некоторых людей она прям очень здорово держала в тревоге люди были такими заядлыми антиваксерами далее как называют кто против вакцин и как бы многие считают его с таким ну каким-то злым гением который несет разрушение и в общем что-то плохое для человечества в этот мир в общем и я увидела вот это его хитрое выражение лица и статьи из газеты из американской что он там скупает эти земли и у меня такая была мысль ну что у него хитрая жопа на лице я так там написала какая-то хитрая жопа у него на лице имеется ввиду что что они скрываются ли за вот этой вот ухмылкой ну что-то такое плохое демоническое что-то что может навредить людям вот и мне самой стало интересно продиагностировать его посмотреть что это за человек когда как бы ну вот вживаешься как говорит себе его шкуру я сделал голосование там практически сто процентов все за поэтому делаем в общем делаем разбор смотрите я рассказываю то что я почувствовала эти диагностики по методу хеллингера делаю каждый рабочий день практически для каждого клиента потому что приходится смотреть там их родственников маму папу рассказывать почему такие взаимоотношения почему кто кого что в голове там и почему где-то что-то не складывается или не совпадает мнение еще что-то когда вот сам человек не может все по полочкам расставить и что чего-то не понимает и крутит эту шарманку в голове которая отнимает большое количество энергии и вот чтобы эту энергию направить на созидание на жизнь они на эту шарманку я делаю эти диагностики вот значит и также я посмотрела билла гейтс и вот смотрите то есть в диагностику я пошла вот с мыслью что они не хитренькие это какой-то плохой дяденька вот но я увидела нечто другое я не увидела подтверждение моим опасениям что это прям какой-то супер подозрительный тип а увидела несколько иное почувствовала и увидела и ну и так далее в общем сейчас расскажу что именно я почувствовала когда я зашла в роль билла гейтса и первое вот просто как будто бы вот он стоит никаких пока нету картинок больше да потому что ну в каком смысле например мы можем стоять в одном настроении мы кого-то увидели настроение меняется еще что-то какой-то перед нами меняется сюжет мы тоже настроение меняется мне надо было почувствовать просто как он себя сейчас чувствует как он относится к себе как он себя чувствует в этом мире то есть такое больше про отношение к себе что мне пришло он так стоял достаточно величественно вот голова так вверх но в этом не было какой-то гордыни принципе даже горделивости какой-то в этом не почувствовала скорее это какая-то уверенность стать и многолетний опыт вот этой вот уверенности того что он делает что он создает на что он способен вот эти это было больше на это похоже я даже не почувствовала никакой нарциссической части в нем а ну такой вот чтобы она прям знаете была какая-то нездоровая или как-то активно фонила если она и есть она очень гармоничная никакая не зашкаливающая и скорее наоборот он человек и иногда каких-то ситуациях он бывает стеснительный и вот это вот улыбочка такая с такими вот какими-то как будто бы хитрыми глазками на самом деле как оказалось как я это ощутила значит в его роли это как застенчивость и попытка в этот момент улыбаться потому что вообще в америке есть эта привычка улыбаться улыбаться даже если нечему пока улыбаться вот улыбаемся и она вот поэтому такая получается как бы непонятно о чем она говорит какая-то странная вроде бы в ней нет искренности но при этом и тогда мы наш русский менталитет мы начинаем в этом что-то подозревать что как-то странно улыбается вот на самом деле это ощутила что в этой улыбке нет ничего плохого это дежурная улыбка на которую накладывается внутренняя застенчивость дальше идем значит человек абсолютно маниакально в хорошем смысле этого слова там я не скажу что это в каком-то прям болезненном варианте маниакально увлечен наукой развитие этой наукой какими-то экспериментами постоянно идет вложение денег в то чтобы что-то еще узнавать что еще не познано и таким же он был в подростковом возрасте и когда был молодой когда он же в 13 лет там уже что-то создал первое и то есть он и там был также маниакально увлечен вот компьютерами программами такое ощущение что он настолько в это погружался что его надо было вытягивать вообще оттуда из этого компьютера он жил в этом компьютере то есть голова уже там жила в этом компьютере настолько он как знаете вот есть такой шизоид вот шизоидный тип личности вот айтишники вот эти которые смогут жить с компьютером они выпадают как бы через социума кто-то частично кто-то сильно но они допустим могут быть какими-то там гениями или просто умничками связанные там войти сфере то есть им легче общаться с невыдушевленным предметом с цифрами и так далее он как раз цифрами был очень сильно связан всегда любил математику многие предметы игнорировала математика вот так по крайней мере написано википедии он очень в общем день интересовался цифра 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 вот это вот все вот и вот он был вот так вот он так мог погружаться в это что вот в общем его оттуда надо было еще вытаскивать иначе это уже переходила все границы но именно вот это его маниакальная увлеченность чем-то и помогла создавать ему те изобретения которые он создавал при этом он из социума не выпадает он в общем-то адаптирован но просто вот эти изобретения его увлекают больше чем общение с людьми идем дальше идем дальше что я еще почувствовала но я сначала прочитала в википедии важные моменты из его жизни там еще такая была статья 15 интересных фактов о нем и так далее ну чтобы вот понять когда я провожу диагностику допустим что мне посмотреть я посмотрела как он относился к жене как жена к нему я там поставила фигуру государств например америка до европа и там другие государства фигура всего земного шара то есть ну вот чтобы понять вообще как человек относится к тому другому третьему в разных ипостася как бы его посмотреть потом позже еще расскажу значит какие еще фигуры ставила и значит что что мне приходит он гетеросексуален то есть ему нравятся женщины он любил свою жену ему было прикольно и весело с женой жена такая немножко нарциссичная но не то что там прям нарцисс нарцисс но вот 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 у нее эта часть прям такая очень выраженная очень выраженная грандиозная даже я бы сказала я не знаю просто может быть это не имеет никакой токсичности под собой но часть есть точно и она такая прям мощная вот у него как раз этой части особо нету то есть как будто бы у нее сама самовосхищение гораздо больше чем у него восхищение им самим вот вот так вот но это это и характер был такой они такими уже встретились и вот ему как-то прикольно как-то по-молодежному было с этой женой она там конечно такая тоже глава они точно на равных там не может быть одного лидера каждый из них лидер по-своему но жена очень сильно претендует на позицию лидера поэтому я думаю что они скорее всего как-то смогли удержаться на равных два лидера в семье вот и она к нему кстати относится ну чуть-чуть как дурачку но не в том плане что он дурачок глупенький а что над ним можно немножко потрунивать над ним можно где-то поприкалываться и я кстати прочитала что как раз она любила устраивать на каких-то праздниках ну всякие конкурсы которых он участвовал и конкурсы такие были на грани фола где он мог упасть мог чем-то там поломать но она над ним хохотала и он выполнялся эти упражнения прыгал там через какие-то горящие свечки через столы и так далее и вот я это почувствовала все как раз в ее роли что она как будто над ним потрунивает а он и позволяет он вот это вот своей какой-то застенчивостью чуть-чуть стеснительность такой вот как бы как как будто бы он мягкий а она более доминирующая и в общем она как будто власть над ним какую-то имеет и даже до сих пор когда они уже разведены она имеет над ним какую-то власть она считает что он не что-то должен он не что-то дает и обязан и так и будет всегда вот такая ее позиция а он вот ну вот он мягкий рядом с ней он мягкий и действительно он как такой немножко пластилиновый и его можно как-то из него не то что прям бери лепи нет вот так чуть-чуть этот пластилин можно вот разминать и придавать какую-то ему форму имеет в общем она на него в этом плане имела сильное воздействие и ему это нравилось вот по приколу у них вообще такая энергия друг друга немножко подростковая особенно у него как будто бы они как молодежь как студенты и вот 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 как будто два студента хотя она и она более грандиозная на более по-взрослому на него смотрит а он вот все что все кому-то они студенты в общем вот это вот то что я почувствовала идем дальше ну к детям нормально такое хорошее спокойное отношение без как из какой-то там особый прям супер-пупер любви но ровно все причем как-то практически ко всем детям на равных да они немножко разные там по характеру он это видит но в общем там особо сказать мне нечего такого на чем надо заострять внимание то есть он изначально производит впечатление то что у нас называют ботаном ботаном да как там еще это в общем обзывают таких в школе вот там-то был в таких очках очкастый такой но такой знаете элитный ботан потому что он из богатой семьи вот и тем не менее все равно вот вид прямо вот этого вот айтишника шизоида который шизоида это не обзывательное и не это не диагноз это имеет такой тип личности вот вот он такой вот он как погруженный в свой мир у него в голове целый мир и он больше живет вот в этом в идеях этих своих нежели вот в социуме ну повторюсь в социуме у него тоже все нормально он достаточно адекватный он правильно грамотно себя ведет он грамотно выстраивает отношения с людьми он достаточно уважительно к людям относится но масштабы его мышления они выходят за рамки какой-либо страны то есть и у жены кстати то же самое жена также мыслит они не мыслят масштабами страны например америки нет для для них это мелочь америка это мелочь это весь все мелочь они мыслят масштабами именно земного шара мало того их мышление выходит даже за масштабы земного шара вот эта стратосфера которая окружает еще значит земной шар находясь от него на некотором там расстоянии в общем вот то есть уже уже их мысли их эксперименты которые они проводят они вот прям выходят уже даже чуть-чуть за размеры земного шара вот вот так вот так глобально они мыслят то есть те исследования которые они проводят там сейчас с климатическими какими-то как с климатом он что-то там работает тоже я не знаю может это и какие-то биолаборатории с каким-то воздействием все это может быть но знаете что самое главное я не почувствовала что билл гейтс это какая-то дьявольская фигура я не почувствовала в нем черной энергетики разрушающий что ему хочется на людях ставить эксперименты или что ему хочется там через них проверить какую-то вакцину и посмотреть сколько подохнет сколько выживет вот это у него я этого вообще ничего не почувствовала как будто бы все его ну или не как будто бы может быть так оно и есть все его исследования и эксперименты они проводятся наоборот по его мнению для всего земного шара вроде как для блага для будущего для глобального будущего глобально всей земли вот вот такие вот вещи я ощутила думает ли он о том что планета сильно заселена и надо сократить количество людей на земле я даже слышал что где-то он что-то такое в интервью своем сказал но в его роли я это не почувствовала вот чтоб он прям вот так думал прям именно действовал из этой мысли этого нет не это его волнует его волнует вот ну как это объяснить что-то непознанное то что еще надо изобрести вот такие вот они с женой оба такие изобретатели она тоже много над этим работает она тоже там личность в их семье значит дальше развелись они как будто бы из-за того что несколько лет они уже не жили вместе то есть может быть даже у них был общий дом еще что-то но они как-то порознь они точно не жили вместе как муж и жена и это длилось не один год мне шло четыре-пять лет это длилось с какой-то утере интереса скорее всего его наверное к ней и его погружение не только может быть в какую-то личную жизнь на стороне но и вот в эту работу он настолько в нее погружен что жена она почувствовала что но между ними нет уже того склеивающего вещества того отношения которые раньше склеивала их отношения в общем что-то было не так он как будто бы от нее ушел куда-то ну неважно во внутренний мир свой или еще он как-то был не с ней и вот так мне показалось она не сильно может быть она раньше об этом переживала сейчас я не по не чувствую что она переживает не она все равно себя чувствует на коне она тоже мыслит масштабно у нее очень раздутая нарциссическая часть вот это вот такая амбициозная что мы вообще мы мы как бы мы мы мыслим по форматами планеты мы там люди мира но там вот такое вот мышление идет глобальное и что еще я хотела сказать да я прочитала такую историю что там значит какие-то скандалы с джеффри эпштейном что якобы билл гейтс попал условно дурную компанию значит под влияние этого эпштейна который как вы знаете на него было свое время заведено уголовное дело за то что ну как за секс услуги не совершенно ли с невершеннолетними там какой-то остров был где они эти услуги предоставляли богаты меры всего там были замешаны королевы не королева муж королевы и кто-то там еще в общем королевской семьи ну вот такой вот замес среди олигархов так как назовем которым оказывались эти услуги и все это организовал этот джеффри эпштейн и вот по моему в тринадцатом году значит билл гейтс знакомиться с ним значит я поставила фигуру эпштейна постояла в его роли что в его роли ощущается ну просто человек интересуется этим вот то чем он занимался что он организовывал эти секс вечеринки он этим интересуется он сам в этом живет он от сам от этого возбуждается он я не буду говорить интимные подробности которые мне шли из разряда кто любит мальчиков кто любит девочек кто вообще кого любит я не считаю правильным это рассказывать здесь и выносить это даже если этого эпштейна и уже нет живых вот там как бы он якобы повесился в камере тюрьмы но у меня шла четкая информация что его повесили вот но это вы и так многие догадывались в общем уже это не это не имеет значения мне все не хочется вот эту вот грязь все выносить почему грязь потому что это то что не нет то что блин вот я не знаю какие слова подобрать в общем речь там идет о 15-16 летних подростках вот те услуги которые там оказывали кого они туда привозили кого они за деньги продавали это 15-16 лет мне идет там были и мальчики и девочки вот как говорится на любителя кто кому что нравилось все туда привозилось я не чувствую там какого-то ну вот убийств каких-то я не ощущаю то есть вот такого масштаба ужаса а то что вот все крутилось вокруг интимных сфер это да и он туда попал он туда попал билл гейтс это действительно так эпштейн его просто вот знаете он я почувствовала как он окручивает этих клиентов вот этих богатых он с них со всех имел огромные деньги то есть он этого билла гейтса просто вот знаете как это ощущается ведь можно по-разному это ощущать кто-то например вот как типа паук плетет паутину опутывает паутин еще что то здесь я ощутила так такая энергия идет сладкая знаете как тягучая карамель из какой-нибудь американской шоколадки она такая искусственная супер сладкая но вот там есть какой шоколадки нац например и вот и вот он начинает вот такой энергии обволакивать мужиков мужиков с деньгами и он там начинает им вот как-то вот так вот рассказывать что от поет там вот у нас вот так веселые такие вечеринки у нас вот там вот так 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 и просто энергетически прям воздействует на вот этой манкой, сладкой, липкой энергией. Прямо начинает ублажать, как уговаривать, как вкусно подавать, вот так даже вкусно подавать. И он поддался, Билл Гейтс поддался, и в общем, как бы там он крутился с молоденькими девочками. И когда я стою в роли Билл Гейтса, он чувствует вину, он чувствует стыд. Этот стыд не на лице, его нет на лице, его как-то в теле не проявлено, но он глубоко внутри. И голову он опускает, когда смотрит на фигуры Эпштейна. То есть ему неловко сейчас на все это смотреть, ему неловко понимать, что он в этом был. И ну вот это вот как бы вот, давайте забудем, давайте делать вид, что этого не было. Примерно идет такой фон. То есть у него, как у ребенка, включается такое чувство неловкости все-таки. Да это даже не стыд, а все-таки какая-то неловкость и вина. И он начинает сразу поглядывать на жену, что вот-вот-вот прямо это две темы, которые нельзя здесь сейчас совмещать в поле. Жену и вот этого Эпштейна с этой, и его неловкость. В общем, надо как-то это сейчас кого-то убрать из... Ну, чтобы вот это все рядом не стояло. Вот такой шел фон. Что еще? Что еще? Кстати, вот я сейчас помещу здесь фотографию его семьи с детьми. И обратите внимание, девочка, которая сейчас вот я посмотрю на эту фотографию, старшая Дженнифер. Вот она в бордовом платье. И смотрите, а с другой стороны в синем платье это младшая. У них, по-моему, лет шесть разница. И если вы заметите, не сразу можно понять, кто из них старшая дочь, а кто младшая. Потому что у девочки в синем платье, вот Фиби Адель ее зовут, или Фиби Адель, у нее такой вид, немножко взгляд, видите, такой серьезный, чуть-чуть с поволокой, немножко там есть что-то такого уверенно-нарциссичного. Она больше в маму. Она даже стоит как мама, руку держит как мама. А первая девочка Дженнифер, старшая, она такая вот мило улыбается, она больше в папу. Вот у нее тоже такая есть застенчивость в этой улыбке, вот эти конопушки какие-то. То есть она больше папина дочка. И хоть у нее рука вот так вот стоит на бедре, ну вот как будто руки в боке. Нет, все равно она, ну вот я говорю, даже кажется, что девочка в синем платье старше. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Я реально стала гуглить, кто из них, кто старше, кто младше. Мальчик, с одной стороны, нечто среднее между мамой и папой, с другой стороны, вот он, нет, вот все-таки он нечто среднее. Я вижу в нем очень много маминых черт лица, и в то же время и папиного очень много. Потому что я смотрю даже на язык тела, кто как стоит, кто какую позу принял, кто ручки либо прижал к себе, либо отстранил и так далее. Все это вот так стараюсь анализировать. Вот такие вот дела. Так, давайте я еще вспомню, что еще мне приходило. А, там шла какая-то информация, что он помогал Билл Гейтс Джорджу Бушу, младшему, по-моему, прийти по власти. Но я так поняла, что там даже какие-то связи, что ли, дальние родственные есть или что. Но у него все равно достаточно... Знаете, вот как бы даже фигуру президента в США он видит более ярко, чем фигуру стран. То есть я когда ставлю страны, для него страны все размываются. Я говорю, даже США для него никакого значения... Ну, не то, что никакого, но вот она на уровне других стран. Никак не выделяется эта страна, как вот свою страну. Он бы мог ее выделить, но я не увидела этого выделения. Я говорю, он мыслит масштабами всего мира, всей планеты. А вот фигуру президентов он видит хорошо. Он ее прям вот выделяет. Почему? Потому что у него идут такие мысли, что это люди, с кем надо считаться, с ними надо правильно себя вести, в чем-то даже угождать, чтобы получить что-то, грант на что-то или возможность на какие-то изобретения и так далее. Но при этом он чувствует себя с ними на равных. Он как равный на них смотрит. Там нет заискивания, ничего вот такого вот нет. Просто он достаточно комфортный в общении. И потом я даже встала в роль Джорджа Буша-младшего, посмотрела на его глазами на Билла Гейтса, и он про Билла Гейтса считает, что это умный, очень умный человек. Так вот такое отношение с уважением и восхищением в плане ума. Друзья, ну вот кратко это вот так. Понятно, что каждый человек – это целый мир. Особенно если человек прожил уже немалую жизнь, то есть там можно много разных других еще ставить фигур и смотреть, кому он как относится, как меняется его настроение, какие-то, может быть, его черты лица, говорю, черты характера, может, где-то активировались бы, а где-то спрятались. Тогда можно было бы более полномасштабно вот как-то эту личность рассмотреть. Ну, в общем-то, я считаю, что основное я увидела, прежде всего, это то, что все-таки я пока склоняюсь к тому, что он по характеру не является хитрой жопой, как я написала в Телеграм-канале, а он скорее, ну, вот такой просто, ну, это я говорю, как вот эти айтишники-изобретатели, вот какой-то гений в своем смысле, помешанный вот на этом, и поэтому у него там что-то и получается, потому что большую часть жизни, энергии, мысли он тратит именно на это. Улыбка у него дежурная, и она вообще, а так он внутри серьезный, он внутри со мной серьезный, когда он просто сам с собой, он не ходит вот так хитро, не улыбается. И это даже не хитринка, а вот эта легкая застенчивость, которая просто ему присуща по характеру. Все, друзья, вот такой разбор вам представляю. Кто хочет посмотреть мои разборы других известных людей, которых нету нигде больше ни в каких соцсетях, кроме моего любимого Телеграм-канала, то заходите туда и заглядывайте. Если кому-то в моем Телеграм-канале что-то не понравится, конечно, забудьте про него, больше никогда-никогда на него не подписывайтесь, вот, потому что там мой внутренний мир, там мои ценности, и у кого-то эти ценности могут мне совпадать. Поэтому здесь, как говорится, ничего личного. Вот, а кому близко то, что близко мне, ну, так, как говорится, те со мной и будут продолжать этот путь. Всего вам доброго, до свидания.